Какую женщину мужчина будет носить на руках? Обязательно досмотрите это видео до конца, если у вас есть такая потребность. И не допускайте тех ошибок, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Первый очень важный пункт. Мужчина любит носить на руках женщину, именно женщину. Трудно себе представить, что мужчина носит на руках мужчину. Но так часто бывает, когда женщина предстает перед мужчиной в таком образе мужик в юбке. Это транслируется у женщины через ее речь, через ее поведение, через ее манеру общения, через ее психологическое состояние. Либо мужчина не хочет носить маму на руках. Когда женщина рядом со своим мужчиной возвышается, ставит себя в позицию «я умнее, я лучше, я сильнее». Вот с такой женщиной никогда не возникнет желания брать ее на ручки и в прямом, и в переносном смысле. То есть, женщина должна оставаться женщиной. И когда мы говорим «выйти замуж», это значит спрятаться за мужа. Не инфантильно спрятаться, а через доверие стать за его спину, понимая, что перед тобой человек, который решит очень многие вопросы. А мужчина сейчас не готовы бы решать вопросы. Ой, ну ладно. Женщина приходит самим все вообще делать. Не наполни, Рустам. Все самим приходится. Ты же не женщина. Ты решаешь вопросы в семье? Я – да. Ну вот и все. А почему? Потому что у тебя такая женщина с тобой рядом. Это очень актуальный вопрос на самом деле. Женщина, когда входит в отношения с мужчиной, еще раз повторюсь, всегда притягивает к себе партнера, который отражает ее внутреннее состояние, ее внутренние конфликты, страхи, установки и убеждения. Это доказанный факт. Вот у любого психолога спроси, он тебе подтвердит это. Вот то, что в тебе, то и вовне. И ты на эту программу притаскиваешь человека. То есть ты ищешь человека, который будет обслуживать твои страхи и неуверенность. Поэтому если у вас есть такое желание изменить свою программу и не обслуживать свои страхи, комплексы и убеждения невротические в отношениях, а действительно через свое внутреннее состояние, через состояние женственности и открытого сердца привлечь внимание мужчины такого же зрелого, как и вы, под этим видео есть ссылка на мой бесплатный диагностический курс «Удобный или уникальный?». Всего 5 дней вашего внимания, каждый день по полтора часа. И вы отвечаете на все свои вопросы, выявляя те ошибки, из-за которых у вас не получается войти в счастливые отношения с мужчиной. Естественно, следующим очень важным пунктом является сексуальность, эротизм женщины. Когда этот эротизм и сексуальность просматриваются, проглядываются и воспринимаются аудиально. То есть когда женщина умеет нежно разговаривать со своим мужчиной, прикосновение, взгляд, улыбка, ее внутреннее состояние. Но, как показывает практика, очень многие женщины живут в состоянии неконструктивной сексуальности. Где-то головой допускают мысль, что я могу быть сексуальным, мне хочется. Но кто-то находится в состоянии психогенной фригидности, кто-то в дефицитарной сексуальности. И можно перечислять еще очень долго. Из-за этого у вас, конечно, не получается войти в контакт с мужчиной через свое истинное «я». Вам приходится представать перед ним через какие-то маски. Безусловно, это очень мощная энергия. Если мужчина вот этой сексуальности и эротизма не считывает в своей женщине, он обязательно найдет объект, который будет удовлетворять его запрос на сексуальность и на эротизм. Если это будет не женщина другая, он превратится в хронического анониста и в порнозависимого человека, который будет сидеть, смотреть целыми днями порнушку и тихонечко себе подрачивать. Следующий очень важный момент. Хочется носить на руках женщину, которая не пытается переделать своего мужчину, которая принимает его вот таким, какой он есть. И, безусловно, у многих из вас сейчас может возникнуть вопрос и опровержение тому, что я говорю. Ну, как я могу воспринимать его таким, какой он есть, если у него есть куча недостатков и недостойного поведения? Вопрос тогда в другом. А почему вы выбрали себе такого мужчину? Я выбрала нормального, он стал другим. Нет, мы всегда одинаковые. Люди не меняются, если этого не хотят. И если мужчина рядом с вами превращается в такого персонажа, которого вы пытаетесь изменить и подогнать под свои иллюзии и ожидания, ну, конечно же, здесь есть и ваша доля ответственности. Не нужно всю ответственность перекладывать только на мужчину. Мы зеркалим друг друга. Мужчина – женщину и женщина – мужчину. Но, безусловно, если мы говорим про ту, кто постоянно во мне видит какие-то недостатки, а тем более навязывает мне еще чувство вины, стыда, ты какой-то не такой, ты говоришь не так, и думаешь не так, и ешь не так, и пьешь не так. Такую женщину не то, что на руках не хочется носить, с ней в одном пространстве не хочется находиться. Поэтому сделайте для себя очень правильный, я надеюсь, вывод. Следующий пункт – это, конечно же, развитие. Когда женщина находится в развитии, она открывает своему мужчине всегда новые грани. То есть он каждый раз знакомится с чем-то новым. А учитывая тот факт, что мы очень быстро адаптируемся друг к другу, даже мы берем, например, сексуальные взаимоотношения, если в первые дни ваших сексуальных отношений вы испытывали невероятное удовольствие и наслаждение, потому что это новые запахи, новые вкусы, новые ощущения, то проходит какое-то время, вы адаптируетесь. Но если вы находитесь в постоянном развитии и показываете себя мужчине с разных сторон, через свои ценности, через свое увлечение, хобби, через свое окружение, через развитие многомерности мышления, вот тогда вы мужчине будете интересны. С такой женщиной классно проводить время. Ее невозможно прочитать, как какой-то блокнотик из трех сторон. Вы же сами говорите, женщина – это книга, которую нужно читать всю жизнь. Но если это книга, мы согласны. Вот если это книга. А если это три странички невротических с кучей проблем, претензий и недовольств, то такую книгу даже и открывать не хочется. Пускай она лежит на полке, пылится и покрывается какой-то плесенью. Так что возьмите это тоже, пожалуйста, на заметку. Ну а что я должна что-то развиваться? Нет, подожди. Мы сейчас говорим конкретно про женщин. Ну. Речь мы о мужчинах не ведем. И мужчина должен развиваться, безусловно. Это самый любимый комментарий женщин у меня на канале. Посмотрят видео какое-то, и лучше бы вы это мужчинам рассказывали. Так это видео для вас, а не для мужчин. Я мужчинам то же самое говорю. Что он должен быть в развитии, любить свою женщину, быть ответственным, не обижать ее, быть психологически зрелым, стабильным. Но это касается двоих. И мужчину, мужчины и женщины. Но мы сейчас про женщин говорим. Вот вместо комментариев, благодаря которым можно хайпануть, либо устроить срач, лучше напишите, правда, вопросы, которые вас беспокоят. Конкретные, ориентированные исключительно на вас и на вашу ситуацию. Я буду понимать, какие видео для вас записывать, для того, чтобы вы удовлетворяли свои запросы на моем канале. Следующий очень важный момент. Это такая эмоционально-психологическая легкость. Что такое эмоционально-психологическая легкость? Если вам сейчас сказать, например, мешок цемента, хотите вы или нет, ассоциативно вы будете воспринимать это как некую тяжесть, груз. Или вот вам муж скажет, иди передвинь шкаф трехстворчатый в спальне к другой стенке. Вы сразу даете оценку некую бессознательно тому, что это большой и тяжелый предмет. Когда женщина находится рядом с мужчиной в таком отягощенном психологическом состоянии, наполненное неуверенностью, низкой самооценкой, страхами, претензиями, вечным желанием что-то контролировать, менять в мужчине, он ее воспринимает как психологически тяжелый объект. И проявлять какого-то желания и заботиться о ней точно не хочется. Она может сама все сделать. Вы знаете, как часто я сталкивался с семьями, когда женщина показывала мужчине, что у нее тоже есть яйца огромные, и что она сильная, я совсем справлюсь. По факту она не была сильной. Ну а мужчина просто наблюдал, посмотри, справляется же, не жалуется же, все хорошо, зачем ее еще и на руках носить. Он сам мечтает сидеть, чтобы она его на ручки взяла. Она же сильная и могучая. Не нужно думать, что отношения – это испытательный полигон. И очень многие из вас заходят в отношения в позиции внутренней опустошенности. То есть вы настолько пусты внутри, незрелые, что сексуальность, что женственность, что психологическое состояние, куча страхов, которые вы в том числе притащили и из других отношений, в свои настоящие отношения, и надеетесь, что все получится. Нет. Вот если вы действительно задумываетесь о том, чтобы быть психологически легкой, эмоционально легкой женщиной, нетоксичной, я вас также приглашаю на свою программу диагностическую. Из любой точки мира абсолютно бесплатно можно принимать участие. Ссылка на регистрацию находится в описании под этим видео. Еще очень важный момент. Хочется носить на руках женщину, которая выделяет своего мужчину на фоне других мужчин. Она иначе с ним разговаривает. Вот я приведу очень простой пример. Например, сидит компания, в этой компании есть мужчины и женщины. И вот женщина разговаривает с другом своего мужчины. Например, говорит ему, Сергей, как у тебя дела? Как у тебя на работе? Получилось ли реализовать какой-то проект или нет? В принципе, абсолютно нормальная речь. Но как только она переключается на своего мужчину и начинает говорить с ним, она может на такой же частоте звучания децибельно, с такой же интонацией, с таким же посылом, с такими же речевыми конструкциями это сделать. Повернуться и сказать, Гриша, а у тебя так же на работе, как и у Сергея, что там не получается проект сделать? Вроде бы никакой разницы нет. А вот если она поворачивается и обращается к своему мужчине, даже интонационно по-другому. Любимый мой, родной, сразу другой голос. Да, Рустам? Ты, наверное, устал сегодня, да? Да. Может, тебе пойти полежать немножко? Ты отдохни, а я пока здесь ужин приготовлю, я тебя позову. Хорошо? Сразу чувствуется разница. Вот как тебе приятнее было бы? Вот так приятнее. Если ты скажешь, ты ужинать будешь, ты ел сегодня что-то хоть или нет? Ел. Ел. А если она по-другому спросит, твоя, например? Она будет. А по-другому будешь, да. Если она скажет тебе, я так понимаю, что ты, наверное, так заработался, что и не ел сегодня, да? А ты такой, ну, блин, ну сколько же раз-то? То есть здесь нужно женщине научиться вот как раз-таки сексуальность и эротизм проявлять не только на уровне пенюара и какой-то позы в постели, а на уровне речевых конструкций. И когда... К мужчине-то тоже относятся. Я уже рассказывал, по-моему, эту историю, когда я сидел на совещании, это было очень давно, у одного губернатора, и когда он сидел отборным матом, орал там, значит, на этих министров своих, и сидит такие, вы что, бляди, ебаные? Прямо так и говорили, охустили, блядь, а? У меня через неделю отчет наверху. Я просто не буду сейчас ругаться, как он ругался. Мышары ебучие. Сука. И тут телефон. Он говорит, секунда. Да, любимая? Да нет, солнышко. Ну, ты же знаешь, моя хорошая, как все у меня бывает, да? Да-да, целую тебя. Ну, давай потом, потом, котяночек, потом, потом. Обнял, обнял. Чувствуете разницу? А представьте, если бы он ей ответил, алло, блядь, занят, блядь. Ну, как-то она себя бы уже чувствовала некомфортно. Это очень важно. Это и к мужчине относится, и к женщине. Но так как видео про женщин, научитесь выделять своего мужчину среди других. Если кто-то где-то рассказывает из ваших там подруг какие-то случаи негативной жизни своих мужей или парней, неважно, мне нужно подхватывать и говорить, а у меня так же. Нет, не надо. Вот, я вас уверяю, если у вас есть привычка негативно отзываться о своем мужчине за его спиной, если у вас нет привычки выделять его в обществе, я вас уверяю, вы формируете отношение к мужчине и будете относиться к нему так, как вы о нем говорите. За его спиной. Никак не по-другому. А знаете почему? Я приведу очень простой пример. Одна девушка очень дурно отзывалась о своем парне рядом с подругами своими, пока его не было. И когда они встречались вместе в одной компании, она бессознательно провоцировала конфликты для того, чтобы доказать своим подружкам, что он действительно немножко ебаный. А он даже понятия об этом не имел, что она будет себя так вести. Он себя ведет абсолютно нормально, как зрелый мужчина. Заботится о ней, обнимет, поцелует. А она искала поводы придраться для того, чтобы поругаться и показать им, что она права, когда придумывает про него истории. И обратная ситуация. Если бы она этого не сделала, какой-то диссонанс. Тут с одной стороны она ходит, обсирает его, а когда он рядом, она там, ой, ты мой хороший. Вот как вы говорите о мужчине за его спиной, таким будет ваше отношение к нему всегда. Запомните это раз и навсегда. Еще один пункт, самый важный, седьмой. Это пункт, который, в принципе, либо гарантирует женщине безусловное счастье в отношениях с мужчиной, либо гарантирует женщине провальные отношения. И здесь только вы выбираете, быть такой или быть другой. И вот когда мы говорим, например, про психологически незрелую женщину, я вам расскажу, как быстро от них бегают мужчины. Видели стометровку на Олимпиаде? Выстрел и помчался секунды. А почему так происходит? Психологически незрелая женщина – это самая опасная женщина для мужчины. Она истероидная, она ведет себя где-то даже местами шизопатически, она позволяет себе вносить в отношения массу токсичной массы, масса токсичной массы, ну, можно и так сказать, да. Огромный объем токсичной массы – это ее страхи. Вот она боится, что он будет ей изменять, она очень ревнивая. У них постоянные конфликты, она вечно чем-то недовольна, одни претензии, страхи и так далее, и так далее. Вот психологически незрелая женщина всегда притягивает в свою жизнь психологически незрелого мужчину. И эта женщина громче всех кричит, достойных мужчин не осталось. Смею вас разочаровать. Достойные мужчины с достойными женщинами. Если в вашей жизни появился какой-то обормот, который не соответствует вашим представлениям об отношениях, это ваше зеркальце. Подходите, смотрите на своего мужчину и честно, без всякой левой мысли задней, признавайте, что вы ровно такая же, как он. А вот то, что эти парочки формируются, созависимые и контрзависимые, она созависимая и контрзависимая. Так проблема не только в нем, проблема и в вас. Про созависимость и контрзависимость мы запишем обязательно отдельное видео. Ну а вы, конечно же, если хотите прийти к состоянию психологической зрелости, это вообще такой, знаете, другой эшелон женщин, высший эшелон женщин, рядом с которыми всегда успешные мужчины, проявленные мужчины. Переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на мою бесплатную диагностическую программу, удобную или уникальную. Из любой точки мира можно принимать участие.